Всем привет, дорогие друзья, с вами Ректабест, и это новая часть контента по приему сборов на моем втором аккаунте 500 миллионов силы, которую я снова буду записывать в реальном времени, посмотрим, что получится, почти как стрим. Вот, нахожусь сейчас в 350-м королевстве, здесь очень много серьезных английских гильдий, и поэтому я решил записать все это дело вечером. Сейчас получается 22 часа по Москве, англичане суперактивны и должны, по идее, меня быстро найти с помощью бота и засборить. Я, опять же, буду рыбачить без контрразведки. Сейчас у меня 16 миллионов 700 тысяч войск, вот такая вот пропорция осталась после, соответственно, приема сбора от гильдии ЦЮ. Ну, они убили совсем немного войск, в принципе, я должен принять все, что угодно, даже, наверное, двойничок мне будет по силам. Ну что, снимаем щит, выходим на запал, через траву я снимать щит не буду, потому что это рискованно, бот может это отследить, если, как бы, куплена премиум-версия бота, которая сканет карту каждые, там, 3-5 секунд, поэтому менять местоположение ни в коем случае нельзя. Групповая атака, повесим 8-часовой и сразу же его отменим. Значит, прилетел в это королевство я где-то 3 дня назад, стоял все это время под щитом, делал максимальную видимость того, что я не в сети все это время, не прожимал ручки, не менял сеты, нахожусь сейчас на фейке, на нем и буду стоять, соответственно, до момента выхода вражеского сбора. Сейчас у меня какая фаланга? Стрелковая. Ну, можно, кстати, попробовать забайтить на пехотный сбор для разнообразия, потому что до этого я принимал кавалерийские, вот как раз-таки можно будет сравнить, что больнее, да, принимается, кавалерийские сборы на стрелковой фаланге или пехотные сборы на кавалерии. Вот, получается, последний кавалерийский сбор с миллионом трехста тысячами Т-5, ну, сделал так довольно больновато, да, выкосил мне в гроб больше ляма Т-2, хотя я этот сбор законтрил идеально на стрелковом клине, но, видите, неприятно принимать сборы от серьезных аккаунтов, тем более тут, по-моему, был фулл-чемп с украшениями, почти максимальная прокачка. До этого меня сборили, ребята, послабее. Ну что, ждем, вот в Печоус есть в гильдии ВДГ, вот такой вот чел, тут и имба-герои есть, и, ну, как бы, баронские камни, тут статы могут быть выше 950% на какой-то тип войск. Ладно, ребята, тогда прощаюсь с вами до момента, когда меня найдут, и потом, соответственно, видео продолжится. Сейчас сидим и ждем. Так, а вот и первые гости прилетели, я думал, прилетят в ВДГ, но прилетел товарищ из гильдии Цаи, вот такой вот аккаунт, тоже чемпионские шмотки. 5 из 8 точно есть, возможно, нет украшений, но сейчас мы это увидим. Киллов, кстати, у него не супер многое, вот, ну сейчас, наверное, пойдет тестировать фалангу. Нашли меня, кстати, где-то через минут 7. Запало у меня, видите, еще 8 минут, они успеют меня засборить дважды. Да, чекают фалангу, в принципе, всегда одним и тем же дивизионом берут 100 тысяч осадок, ну не совсем осадок, 60 тысяч осадок плюс подушка. В этом случае это два пехотинца и кони. Сейчас посмотрим, правильно ли он протестил. Ну таким дивизионом обычно фаланга тестируется правильно, тут никаких проблем быть не могло. Наверное, сразу же первый атака, и он уже узнал, что у меня в больнице стрелки, да. Отправил мне 3000 стрелков, второй атакой просто убедился в правильности теста. Ну, кстати, тут он зачем-то взял фамов, или нету тут фамов? Нет, тут нет донатных фамов, все окей. Эти фамы дополнительного урона не наносят, он просто отправил кавалерийскую атаку, которая мне урона не нанесла, ну опять же, потому что фаланга стрелковая. Так, у меня точно нет контрразведки? Да, контры нет, смотрим таланты. Таланты военные, супер. Сейчас проверим стену, конечно, менять тут уже что-то поздно, потому что если что-то поменяю, то он, возможно, на это обратит внимание при повторной разведке. Но здесь все окей, два пехотных героя, один кавалерийский, два стрелковых. Но вот принимать я буду на кавалерийской фаланге, скорее всего, да, ну, логично, он сделает на меня пехотный сбор, так как знает, что у меня стрелковая фаланга сейчас стоит. Ну, имба-героев у этого паренька точно нет, так, тут какие-то уведомления, понавылезали в фейсбуке. Что-то как-то сбор не открывается, возможно, он кого-то посильнее зовет, может быть, зовет своих союзников на двойничок. Вообще, двойничок было бы интересно принять. Я бы не отказался принять двойничок. У них вообще есть союзники у гильдии Цая? Вот в ЭДГ, они дружат? Вообще, они англичане все? Тут ничего на доске не написано. Ну, вот я бы с удовольствием принял сбор от Фэтчоуса, вот серьезно. Я, в основном, прилетел этот гос ради него. Но меня нашли сначала Цая. Ну, окей, ждем от них сбора. В любом случае, как бы, такой контент меня тоже устроит. Что-то он стоит, ничего не делает. Может быть, что-то заподозрил? Ну, я вообще ничего не прожимал, ничего не менял. Их бот должен показывать, что я АФК последние три дня. И в игру вообще не заходил. Во, прилетел, похоже, сборщик посильнее. Да, это максимальная прокачка. Нихрена себе. А, блин, сборит меня вот этот тип. Какая жалость. Ну, окей, сейчас посмотрим по скорости передвижения. Должна быть пехоты. Ну, 100%. Должна быть 100% пехоты. Как быстро они прилетели. Вот этот идет очень медленно. Смотрим на сет. Здесь на скорость передвижения только ботинки чемпы. Но они дают где-то примерно 70% скорости. Немалое. Да, все идут очень медленно. Особенно вот этот вот тип на охоте. Спаркбэнк тоже на охоте вышел. Вот этот на скорости так довольно быстро передвигался. Ну, по-любому пехе. Просто ждем последние минуты. Даже, наверное, последних 10 секунд. Поменяю сначала фалангу. Чтобы не спалиться. Наверняка будут тестить повторное. Если это гильдия прошаренная. Ну, и затем, соответственно, поменяю сет на вот этот вот боевой. Очень красивый военный сетик. У меня уже статы почти по 500 каждого. Там что-то чуть-чуть поменьше. А вот сет, получается, покрасился на одном из последних стримов. Ну, вот в частности, броня. Вот, к сожалению, не смог покрасить ботинки. Тут не хватает всего лишь одного фиолетового редкого компонента. Прикиньте. И вот за все это время мрачный жнец на карте не появлялся. То есть это выгоднее было бы добить набором за 5 баксов. Возможно, конечно, я пропустил, потому что какое-то время я не заходил в игру. Особо не обращал внимания на монстров. Там были баронские битвы. Был занят просто другим. Кстати, довольно много замков ступило. Тут человек 10 прилетело. Получается, кто-то вкидывается по 100, по 150 тысяч. Много желающих. Да, Т5 явно будет прилично. Я вот думаю, ставить ли мне буст на атаку. Я под прошлые сборы его ставил, так на всякий случай. Но сейчас посмотрим. Таймера у них в сборе нет. Если был бы таймер, тут уже было бы посложнее. Потому что там уже сложнее сменить сет в нужный момент. Так-то понятно, когда его менять. В идеале где-то секунды за 2 до выхода сбора. Но я уверен, что это будет пехота. Давайте рискнем, и я сразу сделаю РТП. Не буду дожидаться, пока они меня ударят. То есть даже не буду через башню чекать. Главное не забыть сменить фалангу. То есть меняю фалангу, ставлю буст. Это все делаю где-то секунды за 4 до выхода сбора. Потом быстро меняю сет и РТП. Вот такая вот последовательность действий. Вот он прочекал повторно фалангу. Меняем ее на кавалерийскую. Ставим бустик на 20. И все. И улетаем, получаем вот такой вот отчетик. Супер. Смотрите, сколько у них было Т5. Лям 100. Подушка тоже была. Какое построение? Стрелковая фаланга. Кстати, нужно быстро сменить сет на фейковый. Надо было сделать это быстрее. Чуть как-то я с этим иногда туплю. Ну, конечно же, хилимбольки. Сколько там было гроба? Больше ляма опять? Нет, 750 тысяч нормально. Если бы у меня было пустое святилище, я бы вообще практически ничего не потерял. Но тут сборщик послабее. Пехотный сет, кстати, неплохой. Я надеялся подловить его на скорости передвижения. То есть обычно меняют сет уже после выхода сбора. Но он сменил до выхода. Я сразу практически сделал РТП, как только увидел вторжение союзных войск противника. У него не было шансов успеть распустить. Ну и по Вестнику получается 3 миллиона 700 тысяч суммарных потерь. Ну и сейчас вот надеемся на продолжение. Ждем сбора от их самого сильного игрока. От их максимальной прокачки. Давайте вернемся к ним обратно. Вот сюда. Так, перенос. Давай, с кроликом, дружище. Наверняка кролик у тебя есть. Вот от тебя я бы с удовольствием принял сбор. 138 звезд замка. Ну, кстати, запал у меня уже закончился. То есть я спокойно могу уйти под щит. Что, вы не будете меня сборить? А может быть взять и выйти на запал? Че, пойти на риск, что ли? Да пофиг, ребят. Гулять так гулять. Гулять так гулять. Если вы после этого меня не зазборите, то я буду очень плохого мнения о вашей гильдии. Супер плохого мнения. Все в контре стоят. Ну давайте. Ребята, я готов обнулиться. Делайте двойнички, сборьте меня дальше. 15 минут запалы. Вы все прекрасно видели. Кролик не кролик, чернокрыл не чернокрыл. Я с удовольствием все приму. У вас есть возможность меня засборить два раза подряд. Два раза. Ну и потом я могу уйти под щит. Или мигрировать. Че, нет что ли? Может быть они зовут союзников? Или сейчас будут делиться на два сбора? А если это будет не двойничок, а тройничок? Если я увижу, что подлетает какой-нибудь ВДГшник ко мне, я сразу улечу. Я реально не хочу двойничок принимать одновременно. Попробовать, конечно, можно. Ну короче, стоим ждем. Эх. Ладно, ребята. Похоже на этом видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. До новых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует.